здарова всем речь сегодня пойдет о магнитоле на android для автомобиля то есть о головном устройстве о мультимедийном центре назвать можно по-разному предоставлен этот мультимедийный центр то он же головное устройство от фирмы а то то кто-то слышал про нее кто-то нет принципе обзор в интернете достаточно но я считаю что я должен оставить свой отзыв по поводу этого устройства а точнее a6y 272 1 pb эта версия с двумя гигабайтами оперативной памяти и с 32 гигабайтами флеш-накопителя шла на порядка десяти десяти дней кабель кабель судя по всему для камеры заднего вида потому что он с питанием это антенна антенна вай фай под юсби микрофон сама камера заднего вида камера заднего вида приобретается отдельно ссылки на и на вот этот мультимедийный центр и на камеру есть в описании к этому видео коммутационные соединяющие кабеля gps антенна так рамочка переходная инструкция две защитных пленки на экран почему бы нет гарантийная книга кронштейны и крепежные винты вот он сам мультимедийный центр сзади мы видим интерфейсы для подключения самого центра мультимедийного также сверху ну как обычно принципе везде здесь указано что куда чего зачем вот так нас встречает домашний экран управление радио управление плеером ну еще дополнительные значки я что-то какие-то приложения сюда уже установил дополнительное здесь стоит стрелка яндекс навигатор что же установлено на борту этого медиа-центра четырех ядерный процессор mediatek мт 8127 с частотой 1300 мегагерц оперативной памяти здесь два гигабайта из них вот сейчас у меня загружены в памяти висят несколько приложений свободно 65 процентов гиг 300 ну это более чем хорошо разрешение экрана 12400 еще 24 на 600 для этого вполне достаточно по яркости экран яркий довольно таки но чем мне не хватает это автоматической регулировки яркости чтобы например я один раз настроил тут уровень который мне интересен и соответственно например если солнце светит на экран чтобы он автоматически увеличил яркость да как в телефонах но к сожалению этого нету и приходится самому вручную регулировать яркость благо это находится кнопочка всегда под рукой рядышком 32 мегабайта 32 гигабайта накопитель и доступно для пользователя 25 гигов остальное все под систему и соответственно что-то у меня уже залиты здесь всего свободно 20 гигабайт тоже достаточно у него есть слот для карты памяти у него есть один юсбишник на передней панели также сзади один юсбишник по-моему полноценный и еще выносные шли в комплекте два вот таких вот конца один из них для quick charge и быстрой зарядки быстрая зарядка в этом мультимедийном центре подразумевает зарядка двумя амперами второй выход подай easy connection для быстрого подключения и синхронизации например там с вашим телефоном или с другим устройством ну то есть в принципе без проблем можно сюда подключить юсб модем можно сюда подключить одновременно и в карту памяти и флешку и телефон и еще что-то заряжать через этот юсб и все это одновременно будет работать версия андроида здесь 60 но обычно при загрузке температура порядка 50 градусов выше она не поднимается то есть о перегреве даже и задумываться не стоит вроде как здесь с охлаждением чипа все в порядке вот так представлена меню приложений до что тут как бы есть радио выглядит вот таким вот образом свету солнце немножко попадает но я думаю видно ради волны добавленные просто по поиску автоматическому он добавляет сюда что-то 6 штук максимум а когда ты добавляешь их типов в любимый в избранные у меня полосочка это бегает добралось 15 штук почему так не знаю но вот с чем столкнулся то и рассказываю проигрывание музыки с флешки либо с внутренней памяти который здесь 32 гигабайта происходит вот таким вот образом то есть вот но сейчас режим без звука включен чтобы youtube не забанил ролик нижней кнопки у нас подсветка меняется я выбрал красную в цвет подсветки всего остального интерьера автомобиля на этом устройстве есть аж два bluetooth модуля первый bluetooth модуль необходим для того чтобы связываться с телефоном hands free второй модуль bluetooth установлен для работы делаем адаптера то есть для того чтобы можно было брать информацию о работе вашего автомобиля и вводить ее на экран этого мультимедийного центра в комплекте у него есть антенна под вай фай выносная и выносная антенна для gps приема спутников вас вай фай и gps антенна я оставил внутри торпеды я не стал куда-то выводить на стекла мне это не нужно но тем не менее уровень вай фай у меня не хуже чем на телефоне то есть мне достаточно подключаясь к моим сетям например дома или на работе спокойно цепляет вай фай сетку это магнитола что касается gps давайте посмотрим сейчас 13 спутников видит спутники находит довольно таки быстро никаких каких-то неудобств с gps здесь не испытываю абсолютно все работает также никуда наверх антенна я не вынесена антенна у меня установлена внутри торпеды около самой магнитолы хотя провод в комплекте довольно таки длинный и так по работе здесь у меня установлена стрелка здесь у меня установлен яндекс навигатор одновременно например с прослушиванием радио яндекс навигатор и стрелка работает все без какого-либо малейшего торможения что касается яндекс навигатор встроенного микрофона достаточно для того чтобы алиса вас понимала и вы могли с легкостью назвать адрес и этот адрес распознается внешний микрофон который шел в комплекте я никуда не выносил не проводил мне оказалось достаточно внутреннего все срабатывает четенько но есть конечно несколько но с какими проблемами я столкнулся с этой магнитолой с проблем я столкнулся это с приложением стрелкой стрелка работает проблем никаких нет но есть проблема с тем что эта программа выгружается из памяти после засыпания магнитола после глубокого сна когда ты включаешь ее обратно когда ты заводишь например после ночной стоянки автомобиль Включается эта система И стрелка автоматом не запускается Что очень-очень плохо Пыркался, мыкался, разные настройки пробовал В итоге сейчас я добился того, что у меня практически В 80% случаев стрелка запускается сама Но, как я понимаю, наверное, есть несколько режимов сна У этого головного мультимедийного центра Что, когда в основном стрелка не выгружается Но когда машина стоит, например, в выходные на стоянке И ты после выходных ее берешь Магнитол загружается чуть дольше Наверное, потому что она была в более глубоком сне И стрелка запускается не всегда автоматом Как найти в этом лаунчере исключение из выгружания из памяти приложения Я не смог найти Здесь есть, например, ускорить То есть встроенная в их неродной лаунчер Вот эта фишка ускорить, которая выгружает всю память Но нет настройки вот этой штуки Чтобы поставить, например, галочки напротив приложения Которые мне не нужно Чтобы он выгружал из памяти К сожалению, этого нету И пока я не разобрался, как мне сделать так Чтобы стрелка всегда была в автозагрузке Чтобы она всегда сама запускалась Пока я это не смог сделать Если у вас есть какой-то конкретный совет Буду рад услышать в комментариях Прочитать на этот счет Вся проводка подключена Но почему-то он не реагирует на изменение света У меня вся приборка тухнет А яркость этого экрана не меняется То есть вот это тоже момент не очень такой приятный Потому что приходится регулировать Опять же нажимать кнопку под себя С этим я пока не разобрался Если вдруг разберусь в будущем Я, наверное, напишу это в комментариях Опять же, если это кому-то будет интересно А так по звуку она По звуку она неплохая Со звуком меня устраивает почти все Кроме отсутствия, наверное, какой-то глубины, что ли Родная магнитола играла, как по мне Более глубже, более насыщеннее Более как-то ярче, что ли Здесь я не могу сказать, что звук плохой Нет Но он просто какой-то другой Наверное, к этому нужно привыкнуть Но, опять же, по качеству никаких шумов Никаких искажений я пока не заметил Сейчас покажу, как быстро она запускается То есть вот я вынул ключ Вставляю ключ Завожу автомобиль И, в принципе, довольно-таки быстро все появляется Иногда по-разному бывает по времени Иногда бывает так Иногда на пару секунд дольше Но все довольно-таки Все довольно-таки быстренько Кнопки на руле Эта штука тоже распознает без проблем Никаких сложностей не возникло Камера заднего вида тоже работает Сейчас что-то будет видно Ну да, то есть камера заднего вида Вот такого вида Та, что шла в комплекте Я ее установил, установил в салоне К заднему стеклу прилепил Я считаю, ну, мне так подходит Приобретать этот мультимедийный центр или нет Это уже выбор за вами остается Но в целом он неплох Мог бы он стоить подешевле Ну, я думаю, да Можно было бы его сделать подешевле Но что имеем, то имеем Передаю большой респект компании ТОТО за предоставленное на обзор Головное устройство Если у вас есть вопросы или комментарии По этому головному устройству Обязательно пишите их Постараюсь ответить